И вы знаете, что Авраам имел Елизера, Елизер был немножко младше Авраама, и это был управляющий всем его хозяйством. Он знал, как надо сделать остановку на злачных пажетях в пустыне, где надо было остановиться, он знал, как развьючить животных, как устроить палатку Аврааму с Сарой, чтобы они отдохнули, как распределить рабов, чтобы они приготовили пищу, как накормить рыблюдов. Все он это знал, но и была одна проблема, он не был сыном, он не мог понести наследство. И Авраам стонал, он говорит, вот этот Елизер, разве я могу ему дать наследство? И он говорил, у меня нет ребенка, у меня нет сына. И я сейчас говорю не просто о плотском сыне, я сейчас говорю о духовных сыновьях. И я верю, что Господь мне дал большую милость, что у меня есть также духовные сыновья. И не важно, кто из них по плоти, но есть духовные сыновья. Они имеют генетику веры, они имеют ту же природу веры, которую Господь даровал нам. И вот это счастье, когда есть наследие, которому ты можешь передать веру и уйти в вечность со спокойной совестью. Я сегодня призываю любой апостольской церкви, которая должна принять на себя матью апостольской церкви, у нее должны быть наследники Исааки. И это не люди одного поколения, это не люди, которые хорошо знают технику, а те, которые приняли самые святейшие из веры, которые могут понести ту же самую генетику, за веру, в которую они готовы умереть. Мне не важно, как Бог тебя благословил, мне не важно, как Он тебя благословляет. Я радуюсь за тебя, но готов ли ты умереть за свою веру? Что ты готов отдать за нее? Чем ты можешь доказать свою верность в твоей вере? Готов ли ты отдать свою жизнь за свои принципы, за то, как ты стоишь? Это другой вопрос. И здесь уже мы все разделяемся. Мне нравится Иоанна Фауна. Он разорвался между двух огнями. С одной стороны, у него был отец. Он любил своего отца. Особенно тогда, когда он помнил, когда отец ходил в помазание. Он помнил своего отца Саула, который был от плечи выше всего израиля. Он был помазан у кожи. На которую перст Божий указал, что он есть царь. И действительно, он был царь. Саул настоящий царь. Я очень уважаю Саулю. Очень люблю Саулю. Но мне с Давидом приходится петь печальные песни. Что как упал сильный. Как повержен сильный. И Давид получил призыв замениться у них. И Иоанна Фауна, он стоял между этих двух огней. С одной стороны, отец, который уже стал падать. А его падение происходило не за один день. И знаете, что интересно? Что во время его вот такого хронического падения продолжались победы. Это была такая одна из таких твердых пич, когда люди задлуждаются. Я не думаю, что общие с ними, потому что у них есть победа. И Саул побеждал в каких-то небольших вылазках. И он продолжал. Он продолжал побеждать. Но тотально, по большому счету, он падал. Саул ушел вниз. А Давид вверх. Где-то они пересеклись. Во дворце. Когда он кидал копье в него. И там клево вонзилось рядом с ним в стену. Когда Давид убежал. Когда Иоанна Фанке стрелял этими стрелами, показанными. Иоанна Фану было очень трудно. Потому что, с одной стороны, отец, который уже был, который падал. А с другой стороны, Давид, который восходил. Что ему надо было делать? Вы знаете, Иоанна Фан для меня, это как образ Иисуса Христа. Потому что ему ничего не оставалось делать в этой ситуации. Только умереть. Он не мог остаться с Давидом. Он не мог остаться с отцом. Если бы он остался с Давидом, он был бы плохим сыном. Если бы он остался с Сауном, он был бы плохим помазанным. Он бы остался с прогнившим духом. И он умер на поле брани вместе со своим отцом. Слава Богу, что Сауна как герой. Он не умер, как подобный. Он умер от мяча, на который сам кинулся. Потому что иначе полистемляне, они бы разорвали его на куски. И это было воин доблестно. За это люди в ад не идут. За это люди в Израиле в ад не шли. Они просили своих роженосцев помочь им идти в вечность. И роженосцы делали это. Итак, сегодня я говорил о том Божьем арсенале, где есть определенное оружие. И одни из них это шлем надежды спасения. Шлем спасения. И вот я не буду сейчас идти к другим атрибутам воинского искусства. Я остановлюсь над тем, что этот шлем открывает новый портал. И ты не просто берешь вот эти все воинские атрибуты, потому что если ты возьмешь меч Духа, он открывает целый мир. Но если ты берешь шлем спасения, он открывает новый портал. Ты вытаскиваешь с этих атрибутов шлем, и там открывается тема Завета. Завета с Богом. Между головой, между твоей душой и шлемом есть пространство, которое называется Завет. И мы не можем быть спасены, если мы не в Завете. И существует очень много разных Заветов. Что есть Завет? Завет еще издревле чтился даже языческими криминами. Это какое-то племя язычников, возьмем индейцев. Оно было слабо. Оно искало причины связаться с сильным племенем. И оно чувствовало, что если оно будет само по себе, его уничтожат, искоренят. И тогда мудрый вождь слабого племени искал какой-то причины. Может быть отдать свою дочь красавицу. Может быть сделать что-то. Может отдать своего сына, сильного воина, на служение другому вождю в племени. Ему нужно было что-то сделать, чтобы тот согласился заключить с ним в Завете. И тогда, когда они заключали, проливали кровь и соединялись в Завете, то происходила передача сильного слабого. И сильный получал силу, передавал силу слабому, а сильный получал силу, слабый получал силу сильного. Потому что сильный был обязан, потому что этот Завет был склятвый, он должен проливать кровь. Потому что было возмездие за нарушение Завета, было проклятие за нарушение Завета. И тогда любой, кто атаковал бы этого слабого, он должен был бы понести удары от силы. Потому что слабовал завет сильный. Вот в чем заключалась сила и смысл завета. Когда сегодня мы, простые люди, бродящие и блуждающие в этом мире, которые мнили о себе высоко, будучи ничто, пришли по-настоящему Голубовскому кресту и увидели свою ногу и ничтожество. И покаялись перед Богом, потому что если это не так с твоей душой, ты еще не видел Христа. Потому что мы должны упасть перед Ним на колени и разбиться. То тогда Его сила в завете с нами переходит к нам. И тот, кто должен встретиться с нами, когда мы с ним в завете, он сначала должен пройти через Христа. Вот в чем сила завета. И сегодня этот шлем надежды спасения, этот шлем, он зиждется на завете. Этот шлем завета. Это не просто шлем уверенности. Это не шлем психологического утверждения, что да, я принял кровь, я спасен. Все. Он зиждется на завете. И те люди, которые не понимают откровения завета, мне вас жаль, потому что ваше настроение, оно меняется от времени к времени. Победил – радуешься, проиграл – атакуешься. Есть разные заветы. Есть братский завет. Это братья, люди чужие по крови, они заключают братский завет. И они говорят другими словами, что моя жизнь – твоя жизнь. Мое имущество – твое имущество. Моя сила – твоя сила. И они заключают завет братский. Это очень сильная степень единства – быть в братском завете. Есть брачный завет. Муж и жена, они одевают кольца, клянутся друг при другом в верности и сохраняют, если они праведные, они сохраняют верность до смерти. Пока смерть не разлучит нас. Так написано. И во Христе Иисусе этот брачный завет должен быть вечным. Есть племенные заветы, о которых я вам уже рассказал. И вот когда Бог говорил с человеком, Он приближался и сближался с человеком всегда через заветы. Если вы проследите отношение Бога к человеку, вы увидите, что это заканчивалось, запечатанное всегда заветом. Когда Бог сотворил человека, и человек развратился в своих грехах и стал делать беззаконие по всему миру, и крайне испортился грехи, то Господь сказал, что Он погубит мир в аду. И избрал для себя восемь праведных. Это Ной с тремя сыновьями и жен с женами. Восемь человек. Ной с женой, отец и мать. Три сына и жены с сыновей. Восемь человек. Восемь человек зашли в ковчег, куда привел Господь каждого животного по паре. И все, что имело в ноздрях дыхание, там есть сердце. Все погибло, кроме тех, кто зашел в ковчегу. И когда Ной вышел через 40 дней, он вышел из ковчега на землю, потому что Голох уже нашел место для своих ножек, и не вернулся в ковчегу, то тогда первым делом, что сделал Ной, установил жертву. Вы видите, и в древней знали о крови. Он должен был пролить кровь. И он вырвал из всех животных, чистые животные, самую лучшую овцу. Из всех животных, которые он сохранил в этом ковчеге, он вырвал самое лучшее, чистое животное. И он принес его на жертву. И поджег этот жертв. Как благоухание приятное перед Господом. И тогда Господь с небеса, наблюдая внимательно за мою и его смесь, пока не поклонились со всем своим родом, перед Богом, который спас их жизнь, и теперь новая планета. Вы знаете, все самые высокие горы покрылись водой. Так написано. Самые высокие горы покрылись водой. И когда массажа на нас шла, они смогли принести эту жертву. И вдруг явилась и радуга. И Господь проговорил к ной, и ной услышал его голос, что я заключаю с вами завет, с вами завет мира, что больше никогда мир не будет потоком воды. Это был могущественный завет. Завет Бога с человеком. И тогда они дальше стали двигаться и продолжали делать зло. Они построили Вагалонскую башню. И потом Бог смешал языкение, распространясь по всей земле. И снова, и снова план искупления утончал свой путь. Широкая дорога становилась все уже. Все тоньше и тоньше. И вы знаете, что широкая дорога, она не ведет спасения. Никогда в спасение не идут толпой. Спасения идут по одиночке. И вот дорога служается, и Бог находит праведника по имени Абрама. И он выводит его со своей женой. Абрам взял с собой ноту отца. И они выходят и идут в Канаам. Землю, в которой они знают. И Бог проводит его через испытание. Проводит его через искушение. Испытывает его до последнего момента. До самой крайности. Абрам проявляет эту верность, и Бог говорит ему в конце, «Теперь я вижу, что ты боишься меня». И он заключает с ним завет. И благословляет, благословляет его. И огонь проходит между тушами животных. Снова проливается кровь. Потому что нет прощения без пролития крови. И мы видим, как Бог вступает в завет с Абрамом. Снова Бог приходит к Абраму и заключает завет с отцом еврейского народа. С родоначальником, с патриархом, Израиля. И приходит этот завет. Народ чрезвычайно размножается. Умножается 430 лет. Они находятся после Абрама. Уже находятся в рабстве. В Египте. Иосиф уже лег костями. Постал длинной фарон, который не чтил уже Израиль. Не боялся Иосифа. И мы видим, как появляется Моисей. Моисей был рожден и спрятан, как мальчик, потому что были гонения на мальчиках. И фараон дал указ, чтобы уничтожать младенцев мужского пола. Но бабки повитухи боялись Господа. Они прятали этих мальчиков. Приходили, когда сказали, что мы уже приходим, они рожают. И таким образом скрывали младенцев мальчиков. И Моисей попал в это счастливое число. Чтобы восклить, мать его положили в корзинку, пропитали смолой и пустили по Нилу. И вот дочь фараонова начну купаться. Она мыла, купалась со своими служанками и вдруг видит корзинку. Открывает его и там лежит «прекрасно». Написано, что они увидели, что дитя прекрасно. Какое-то оно было там прекрасно. Ну, 120 лет. И он был просто долгожитель. Это мощный был муж. Его зрение не истощилось. Не притупилась его сила. Он был очень мощный мужчина. Просто очень сильный, жизненными силами. И дитя уже было, имело всю эту энергию этой жизни. И вот она загорадовала свой дом. И он воспитывается со всеми принцами. Со всеми, это элитой дворянства. Египетского фараона. Получает всю грамоту египетскую. Получает самое лучшее. И однажды он узнает, что он имеет кровь в евреях. И даже когда один еврей бежал другого, он заступился. Египтян, когда бил еврея, он за него заступился и убил египтянина. И потом еврей ему один сказал, что мы знаем про что. Он понял, что за ним они сейчас придут. И он сбежал. Убежал в землю чужую, в Мадьянскую землю. Нашел там жену у Мадьянского священника. И что произошло? Произошло то, что он уже был старым, пожилым человеком. И пошел по стеорезу, по ступам стаорезу. И однажды увидел куст, который не сгорал. Который горел огнем и не сгорал. И он услышал голос, что сейчас началось. Сними огонь, в которой ты, или по земля, на которой стоишь земля святая. Я пошлю тебя далеко в Египет, возвращайся. И выведи народ мой. Моисей получает это задание. Во сколько лет ему было? 80 лет. Призвание. Он получает 80 лет призвания. Его он выводит. Понимаете? Это два завета. Это завет Слоев и завет Савраама. Сколько прошло веков. И не было ни одного завета с человеком. Моисей выводит Израиль из Египта. 600 тысяч мужчин, способных нести оружие. Плюс старики, женщины и дети. Выводит их через Черное море. Идет горе. И вдруг Бог начинает вызывать его. Начинает гореть огнем гора. Трястись. Молнии, громы, землетрясения. Огонь. И голос Божий. И Моисей вносит от этого скрижали. Божьи приказы. Чтобы условия, которые сохранят людей в этом завете. Вы видите? И обратно же. Это все было окроплено кровью. Это книги завета. Постановление. Все надо было окропить кровью. И весь народ был окроплен кровью. Они стояли в своих красивых рубашках. В своих красивых платьях и одеждах. Но. И они должны были все подставлять себя, свои лица и головы. И надо было окропить их всех кровью. И вот этот окропленный весь народ кровью и сопом, он стоял в знамении завета. Потому что он был весь в крови. Не в своей и не в крови врага, а в крови невинного животного, которое пошло в жертву. И вот этот завет они получили снова. Потом они нарушали завет. Израиль шел столетиями, и они обновляли завет. Но не начинали новую. Бог поднимал праведника. Поднимал какого-нибудь пророка. Поднимал царя, который искал Господа. Потому что Бог ему давал новое сердце. И они взыскивали Бог. И получали слово милость. Потому что они возвращались к завету, который был. Мы не можем придумать себе завет. Это то же самое, что развестись и пойти снова жениться. И сказать, ты знаешь, что завет мне не понравился, я хочу нового. Ты не можешь это сделать по своей воле. Это не работает. И поэтому люди ждали. И были пророки, которые возвещали, что однажды вы увидите этот завет, о котором вы жалуетесь, что он не совершен. Что он не может очистить вас от греха. Он не может дать вам силу переживать святость Божию. Мы понимаем, что вы не способны, что он не совершен. Но мы пошрем к вам того, кто станет Агентцем Царем, который будет заклан за наши грехи и который станет совершенным заветом. И вот приходит этот четвертый завет. Это завет Иисуса Христа. Написано так. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря. Помните, когда вы принимаете вечеринку, что это такое вообще. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечеринка, говоря. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот Иисус идет на Голгофу, его распинают на кресте, подружают этот крест перед всеми, на этой горе Голгофу. И он проливает свою кровь, проливает свою кровь на землю. И заключается новый завет. Происходит землетрясение, померкнуло солнце. Бог принимает эту жертву. И этот новый завет, это был последний завет, который две тысячи лет назад совершился на Голгофе. Что ты сделаешь с этим заветом? Ты в нем или нет? Я скажу вам, что не все в этом заветуют. Вы даже не представляете себе цену этого завета. Вы даже не представляете себе, сколько это стоит. Человек, который знает, что такое завет, он не потянет руку пить адские вещи. Он не пойдет скверниться. Потому что сила завета в святой крови. И сегодня нам нужно оценить этот завет. Это четвертый завет. Это был последний завет. После этого не было завета. Я не знаю, что кто-то себе наговорил там в молитве. Меня это не интересует. Эти заветы как приходят, так и уходят. Но этот завет остается. И дверь туда сегодня пока еще открыта. Сегодня дверь эта открыта через Евангелие, через благовестие Божие. И сегодня Господь зовет этих грешников войти, потому что Отец заключен с Сыном Заветы. Он отдал свою силу крови, отдал свою кровь за наши грехи. И те, кто принимает Его святую жертву, Он принимает кропление крови на свою совесть. Он приходит к нему с верой, сокрушает свое сердце, падает перед ним на колени и говорит, Господи, помимо меня, я принимаю Твою жертву. Я принимаю Тебе верой в свое сердце. «Прости мне мои грехи, я пойду за Тобой, я вступаю с Тобой в Завет, я Тебе Твой». Вот что значит уверовать, вот что значит обратиться, вот что значит перейти из смерти в жизнь. И встань на твердую скалу спасения, навсегда, не оборачиваться назад, навсегда ступи двумя ногами на эту твердую скалу спасения. Где вы сегодня еще услышите Евангелие сильнее, чем это? Вот на чем зиждется шлем спасения, на Завете. И я верю, что апостольская церковь, она имеет откровение о Завете. Апостольская церковь стоит в Завете, она утверждена о Завете, она вросла в Завете. Она ходит с Заветом, и она несет открытую дверь с Завета. Она не кидается ей, как бисером на аспальт, перед свиньями. Она открывает и ценит эту невесту. Ее каждая капля слез стоит несметной сокровищи. Но она плачет, и она продолжает нести. Беря эту чашу крови своего жениха, сокровавленного креста, она предлагает эту вечную жизнь. Бить эту жизнь грешникам, которые проклинали его, отвергали его. Вот с каким благоговением мы должны благовествовать Евангелие. Надо оценить сначала оценивание. Он говорит, 30 серебрянь, это та цена, в которой вы меня оценили. Давайте сделаем скидки. Сейл, скидки, может быть, 29,95. И вот сегодня Господь, отверженный теме, кто дал за Него 30 серебрянь, Он сегодня здесь. Он дает нам этот Святой Завет в крови Христа. Поэтому сегодня я хочу прославить Бога Завета. И мы прошли с вами одное. Вы знаете, мы с вами должны Евангелие проповедовать, братья. Где ты слышал в последний раз Слово Божие? Не цитаты из Библии, обставленные психологическими трюками, а настоящую истину Божию о Христе. Я хочу сказать, что о Христе проповедовать очень непросто. Если у тебя нет с Ним связи, ты не можешь о Нем говорить так, чтобы Он согласился. Иисус, если Он тебе не друг, Он не будет поддерживать твою проповедь. Если ты даже говоришь о Нем правильно словами, но ты не Его друг. У тебя нет соединения с Ним. Ты не дружишь с Ним. Ты сегодня с Ним не встречался. Он не будет поддерживать Своим дыханием, Твою проповедь. Он не будет стоять рядом с тобой, плечом в плечи. Но если ты с Ним, Он с тобой. Поэтому войдите за Вет. Я хочу спросить вас, братья, сёстры, а вы взоветесь с Ним? Вы заключались с Ним в завет? Вы скажете, брат Роман, да нас никто так не учил никогда. Брат Роман, нам такого не говорили, Иван Григорий. Вот слушайте сейчас. И я вас сегодня приглашаю. Только не так, что это всё бесплатно. Однажды апостолы спросили Иисуса Христа, «Да кто же может спастись?» Иисус сказал, «Человек, это невозможно». Но Богу всё возвратил. И сегодня Иисус заплатил за тебя этот билет. И сегодня этот завет предлагается. Вы понимаете, я сегодня вам не проповедую Евангелие Тишовское. Это очень дорогой Евангелие. И сегодня я говорю о завете. И многие из вас скажут, «Да я не знаю, может автоматом это произошло, я надеюсь. Может как-то по умолчанию я влетел в церковь, вроде прославляю, на языках говорю. Может быть, брат Роман, а у меня в завете я попал или нет? Со мной это произошло? Ты мне скажи. У тебя же есть Писание? Да я ничего не понимаю. Вообще ничего. Пастор нам ничего про это не рассказывал. Я вообще не в курсе, что за завет. И мы должны людям открываться, что такое быть спасенным человеком. Почему это спасение происходит? Почему мы сегодня можем радоваться? Почему я сегодня могу побеждать сатану? Почему я сегодня могу снова приходить к нему? И не через усилия своей психологической воли получать уверенность, а через более мощные вещи. Когда я могу сегодня оставаться с ним, невзирая ни на что. Вот это и есть против завета. Если у меня есть завет, и я даже сейчас его не вижу, я с ним. если все весь мир будут говорить плохое, вы не победите меня. Я останусь сверху. Знаете почему? Потому что я в завете. Потому что Бог дал мне пить свою кровь. Потому что Он Сам дал мне свою кровь. И я пью ее. Я пью ее каждый день. Я ем его плоть. Я хожу с ним. И никто меня не может отключить от него. Вот что такое быть в завете. Это не трюки на прославление. Это не укрепление от брата. Это завете. Вот куда одевается шляп. Вот что должно быть в твоей голове. Вот что должно быть в твоем сердце. И я надеюсь, что ты понимаешь, о чем я говорю. Кто-то потерял святый завет. Его нужно обмануть. Завет предан. Завет оскорнен. Завет оружий. Завет поп. Писание говорит о трех преступлениях против завета. Первое. Не почитать за святыми кровь завета. Когда человек тянет греху свою руку, так легко, думая о том, что Бог все равно простит. Писание говорит об этом. Что можно серьезно промахнуться. Потому что Бог может не простить. Если Бог не даст тебе покаяние, никакая молитва не поможет. Потому что Бог дает покаяние своим детям. Не шути с грехом. Очень сильно бойся. Не почитай за святыню кровь. Духа благодати оскорбляет. И когда Дух благодати приходит на нас, и мы произвольно грешим, и ходим, в этом мире сквернимся, и потом приходим в церковь, и ходим, как будто бы мы едим вечерю, и как будто мы слушаем Слово Божие, мы живем полностью сердцем любящим мир, едущим Его. Мы оскорбляем Духа благодати, которую Он дает своему народу. И мы не можем оскорблять Духа благодати, потому что это оскорбление. Потому что тот, кто любит мир, в том нет любви Отца. И Писание говорит, что потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейства. И так же написано, что попирает Сына Божий. Попирает, это пинает. Ведь ты представь себе, как они пинали Божьего Сына. Ты помнишь на Голгофе, как ты пинал его? Однажды брат видел людей, он видел со спины римского воина. Этот римский воин держал копьем. И он видел распятого Христа, избитого, израненного, который уже висел на гвоздях и стонал от боли. И он видел со спины римского воина, с копьем, этот римский воин подошел и ударил Иисуса под ребра. И полилась кровь и вода. И когда он побежал туда защитить Божьего Сына, тот воин повернулся к нему, и он увидел себя. И это правда. Это был ты. Это был ты. Это был я. Это мы с вами. Ты и я распяли Христа. Мы заставили его пойти на Бомбовский крест. Ты и я были причиной, почему он повис на гвоздях. И сегодня, когда мы оскорбляем духу благодати, мы пинаем. Его пинали. Когда ложили на крест, его ногами толкали. Никто не хотел бы согнуться, чтобы своими руками трогать его кровавленное тело. Они ногами пинали его, запинывали на крест. Вот что значит попирать Божьего Сына. Вот что значит пинать его. Ты готов к этому? Я не хочу пинать Божьего Сына. Она же не пикоза закричала, «О, если бы я был там, я бы заступился за него». Это был бандит, на руках которого было много крови. В бандах Нью-Йорка. И он зарыдал и закричал, «О, если бы я был там, я бы заступился». Но проповедник доказал, что он был там. И он распял его. Вот что сделали мы слями. «И вот ты распял Христа». Один режиссер снял фильм «После откровения». Он был известный артист. Но роль, которую он сыграл на всем этом фильме, это руки, которые забивают гвозди. Христы, руки. Он снял только свои руки с гвоздями, которые забивали гвоздь руки Иисуса. И это правда. Это были мои руки. Когда я грешил, мои руки забивали. Гвоздь их его руки. Когда я грешу сейчас, это я попираю его ногами. Когда я грешу сейчас, это я бью голого Духа Святого. Я оскорбляю Духа Благодать. Когда я сегодня грешу, я выливаю святую кровь на землю, в помойку. Это я богохульствую. И потом поднимаю руки в церкви, прославляю его имя и делаю из себя правильное. Братья и сестры, мы должны оценить заветы. Мы должны оценить заветы. Эти четыре завета, которые прошли, три, они были бессильны. Иисус дал нам новый завет. И Писание говорит нам. Так же и чаша после вечеря, говоря, эта чаша есть, но в завет моей крови. Но знаете, когда кровь, когда человек живой, она не должна быть видна. Любой взгляд крови, он сразу приносит нам, переворачивается внутренность. Если мы сейчас увидели здесь капли крови, мы стали оглядываться, где, где вскрытие, где нарушился баланс, где, где, где порез. Откуда кровь? Мы стали разглядывать у кого. Потому что кто-то бы должен был страдать, если кровь не вжила. Мы сразу ищем, кто ранен. А если дужа крови, то мы уже ищем, может быть, даже и труп. Или человека без дыхания. И когда Иисус дает нам чашу крови, это значит, что кто-то умеет. Когда Он дает кровь в чаше, это значит, кто-то умеет. И это умеет. И когда Он давал эту чашу, Он сказал, это и есть моя кровь. Завет в моей крови. Потому что в нормальном состоянии кровь не должна быть видна в человеке. Она в жиле, она внутри его тела. Но когда Иисус дает нам кровь и хлеба преломлений, и сейчас здесь есть присутствие силы крови, благодать крови Христа, это значит, что Он пошел через смерть. Будем ли мы с вами сегодня грешить? Сможем ли мы там снова относиться легкомысленно к тому, ради чего Христос умер? Смеем ли мы с вами снова вливать Господу в лицо? Смеем ли мы с вами снова бить Его плетьми, чтобы Он снова был распят за нас? И написано в Писании, что мы снова распинаем в себе Сына Божьего, если произвольно грешить. Нет, мы не можем этого делать. И тот, кто прозрел из вас, он должен сегодня вместе со мной, братья и сестры, встать на сторону Христа, навсегда. А тот, кто не прозрел, тот не прозрел. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пошлет. И сегодня мы здесь не играем в крутую апостольскую церковь. Мы проповедуем Евангелие. Я не хочу ничего знать, кроме Христа. И при этом распятого. Если я не могу в Евангелии быть, то горе мне от всех моих знаний и от всех моих респектов. Я хочу быть спасением. Я хочу быть спасенным. А для этого мне нужно честь с Божьей. Для этого мне нужна истина Божьей. Поэтому я с вами сегодня делюсь на мой взгляд самым главным. Я смотрю на распятого Христа, который страдает своей плоти, но его душа улыбается. И он смотрит на вечное наследие своих святых детей и наслаждается им. И он смотрит и узрит потомство там на вечер. Отдам них родов, потому что этот завет совершен. Потому что этот четвертый завет, который заключил сам Бог с человеком, когда мы были еще грешниками, он инициировал меня. Он его послал к нам. Этот завет сильный. Он силен спасти. И я хочу сегодня стоять в силе завета. Я хочу призывать, заключить этот завет вас. Я хочу позвать вас зайти в эти двери завета. Там только за дверями завета выдают шлемы спасения. Вы не найдете его нигде. На улице. Не купите ни в каком магазине. Ни в одной церкви, ни в одной религии. Вы не получите его просто, если вы не войдете в личную заветку. Если не разойдете из-за личную заветку своей веры со Сусом Христом. Продолжение следует... Продолжение следует...